Красноярским почтальонам грозят увольнением за невыполнение плана. Речь идет об отделении Почты России номер 20. Об этом новостям ТВК рассказали неравнодушные жители, которым эти самые почтальоны письма и приносят в пенсии и другую корреспонденцию. Однако местные удивлены почтальонов помимо их основной работы заставляют продавать еще и товары. Консервы, сгущенку, шампуни. А те, кто не выполняет план как минимум на 20 тысяч рублей, по словам местных, грозятся уволить. Если бы это касалось еще конвертов, если бы это касалось еще каких-то, ну вот таких вот, ну как бы скажем, которые сопутствуют почке, например, другую газету, другой журнал, а то, простите меня, там консервы, там порошок. Мы получаем там 12-14 тысяч, какие там еще нам тушенки-сгущенки. А вот этих почтальонов, они просто в обязанности менили носить и продавать эти вещи. Сами почтальоны говорить о такой торговле отказались, боятся потерять и без того нестабильную работу. Новости ТВК связались с краевым отделением Почты России. Там нам заявили, продажа товаров уже пять лет входит в перечень обязанностей почтальона. И продают они не консервы и не порошки. В основном они должны продавать, это все газеты-журналы, это лотерейные билеты, это их прямая обязанность. А на продукты питания они собирают заказы, то есть они приходят к клиенту с банком заказов и предлагают, что у нас есть то-то, то-то, то-то. Если человек заказывает, то они в следующий раз приносят. Если нет, ну значит нет. Мы увольняем людей только в том случае, если они не исполняют свои должностные обязанности, указанные в трудовом договоре и в должностной инструкции. В краевом отделении также добавили, за каждую продажу почтальон получает бонус. Но это всего 3% от стоимости товара.